Приветствую вас! Доброе утро, Сергей! Ну что, у нас завершились матчи 1-8 финала. Не могу сказать, что все были зрелищные. Что-то у вас в руках. У вас не футбольный мяч там, нет? Да-да-да, о чем мы с тобой уговорились. Да-да, вот об этом и будем сегодня говорить. Да, но я бы начал с матча, который не могу назвать зрелищным. Франция-Бельгия, вернулся Мбаппе. Что вы скажете по поводу этого матча? Ну, Сергей, я с тобой полностью согласен. Совершенно два разных дня и совершенно две разные игры, если бы мы сравнивали игры, когда играла Франция, Бельгия, Португалия, Словения и вчерашний день. Ну, к сожалению, Франция остается Францией. Бельгийская команда на сегодняшний, скажем так, день не в состоянии разбудить этого спящего зверя. Да, и игра, естественно, была очень такой скучной. Да, и вот эта статистика, она подтверждает, там где-то на 85-86 минуте французы забили с помощью автогола. К сожалению, к несчастью ветерана Вертонана. Но опять мы только можем наблюдать и, скажем так, анализировать, какой же все-таки потенциал Франции. По каким-то моментам. Был такой хороший момент, когда Караско выходил практически один на один и защитник французов его догнал, сделал подкат штрафной. То есть показал опять, что у этой сборной есть, у всей сборной и у игроков есть очень сильный потенциал. Но когда они его покажут, когда это им разрешит делать Дешан, не знаю, покажет только время. Поэтому игра, конечно, очень скучная. Тем более для сборной Франции. То есть все-таки мы уже заждались игры от этой команды. Но опять, я думаю, что болельщики и специалисты, которые считают, что результат это главное, они довольны. Франция идет дальше. И поэтому, как говорится, никаких вопросов нет. Что касается Мбампе. Ну, опять он продолжает свой, скажем так, не совсем удачный сезон. Плюс вот эта вот травма. Да, всегда тяжело играть с этой Маской. И видно по его игре, и он сам это говорит. Поэтому, конечно, этот игрок сейчас, наверное, на 50-60% своих максимальных возможностей помогает сборной Франции. Это, к сожалению, и жалко для него, и жалко для всего чемпионата Европы. Павел, а в чем проблема в Маске, на ваш взгляд? Ну, ты же понимаешь, у тебя совершенно другой ориентир. То есть из-за Маски ты очень плохо... То есть для футболиста самое важное – это видеть ориентир. И не то, что он видит перед собой, а то, что он видит сбоку, сзади, как у него работают глаза. А Маска, конечно, мы же не родились в Маске, поэтому она мешает ему смотреть его, скажем так, футбольное мировоззрение. И вот этот диапазон, он совершенно другой сокращается. И чтобы вот это восполнить, ему надо совершенно по-другому реагировать, по-другому действовать. И все это его нервирует. Конечно, это мешает игроку, мешает игроку максимально функционировать на поле. Понятно. Павел, по поводу Бельгии я бы хотел спросить у вас. Ну, то есть мы помним, как команда играла там при предыдущем тренере. Какой был народ в команде. Ну, вот сейчас, я не знаю, можно ли сказать, что произошла смена поколений. Но многих ребят, которые вот, ну, возможно, не до конца на уровне сборной реализовали свой потенциал. Потому что побед на уровне Евро и Чемпионата мира они не одержали. Да, на Чемпионате мира в Москве были бронзовые медали. Но вот на ваш взгляд, во что сейчас играет Бельгия? И каков потенциал вот этих новых ребят? Ну, Бельгия сейчас пытается играть в футбол, что мы хотим, но не можем. Команда все равно является такой крепкой европейской командой, которая всегда должна квалифицироваться в финальной стадии турниров. Идет ли это речь о Чемпионате Европы или о Чемпионате мира, да? Вот. Но чтобы, скажем так, далеко проходить и быть серьезным конкурентом на призовые места, конечно, у нее не хватает подбора футболистов сейчас. И я считаю, что смена поколения проходит, оно 100% не произошло, потому что все равно ведущую роль, и, как мы видим, по этим играм ставку делают на ветеранов команды, то есть там Лукако, Дубройно, Фертонан. А им уже тяжеловато, да, Лукако уехал сухим с этого турнира, да. Дубройно должен был делать все и ничего в этой команде. Я думаю, что он ждет этого дня, когда он вернется на базу Манчестер-Сити и начнет опять наслаждаться футболом. Поэтому период такой тяжелый, и вот это вот, как ты говоришь, обновление поколения, оно в стадии даже не завершения, а просто такой вот процесс это идет. Не хватает молодых талантливых футболистов, если мы будем сравнивать с этим поколением лет 10-12 назад. Поэтому процесс тяжелый, и бельгийский футбол нуждается в свежей крови, что касается национальной команды. Павел, давайте о тренере об этом поговорим, о ТДСКО, потому что, ну, все-таки он нам знаком, работал в «Спартаке». Вообще на этом турнире много тренеров на уровне сборной, которые в России и играли, и работали, вернее, да, и в частности в «Спартаке». Ну, во что играет эта команда? Насколько мы можем ее стиль охарактеровать как зрелищный? Или что вы скажете? Ну, они, в принципе, играли по такой классической… Да, или это вариант «отдай мяч Дебрейне», то есть они постоянно его ищут, мячок. Ну, в основном, да, в основном, да. Конечно, была большая надежда на игру крайних нападающих, да, и самое главное, то есть очень рассчитывали там на Деку, да, что он как-то, так скажем, обострит или будет вот постоянно дергать, и за счет этого Лукаку будет постоянно снабжаться мячами с флангов, да. Ну, опять-таки, ну, футбол – это же командная игра, тут зависит от многих футболистов. И я еще раз говорю, что в принципе, в принципе, да, это для них не провальный чемпионат, я считаю, вот по этой команде и по их возможностям, да. Что касается тренера, ну, я думаю, что каких-то там тренерских сумасшедших идей мы не увидели. Естественно, есть Дебрейна, вокруг которого крутится вся игра, и он пытается что-то сделать. Это зависит, конечно, от качества этой игры его партнеров, да. Он тоже, естественно, не смог себя проявить в лучшей мере, но это не его вина, это вина команды, потому что, ну, у бельгийцев нет сейчас таких футболистов, которые бы могли бы, скажем так, давать нам надежду и ждать их в полуфинале или в финале, да. То есть поэтому я считаю, что да, понятно, что бельгийские болельщики и сами футболисты, они разочарованы, я думаю, разочарованы больше всего игрой, вот. И любой футболист, который находится на рьер, он хочет как можно дольше оставаться там, да. Но это их потенциал на сегодняшний момент, и, ну, Тедеско был рядом, ну, чтобы что-то Тедеско как тренер там внес или изменил. То есть, во всяком случае, я этого не вижу или я этого не увидел. Павел, ну, по поводу Франции, ну, все-таки, ну, довольно такой скучноватый футбол, или я не прав? Нет, да я думаю, да, еще раз все это понимают, особенно те, кто любит футбол, и все те, кто любит игры, которые были вчера, особенно вечерняя игра Австрия, Австрия-Турция, да, но опять эта стратегия, они идут по этому плану к финалу, да, они идут по этому плану финала. И когда эта команда будет уже в финале, даже в финале, то это результаты. Вот, пожалуйста, критикуй, пожалуйста, говори, что ты считаешь скучно или не скучно. Поэтому здесь футболисты, видимо, это понимают, они играют в этот футбол, скажем, такой в умеренной, да, осторожной. И, естественно, эта тактика, это наставление главного тренера, потому что мы видим это на протяжении нескольких лет, да. Опять-таки, здесь вопрос, кто и когда разбудит французов, чтобы заставить их бегать, скажем так, да. И тогда мы, естественно, можем увидеть интересный футбол. Ну, следующий матч Франция-Португалия, да. Ну, не знаю, получится ли это у обеих команд, чтобы мы насладились их игрой. Павел, по поводу Португалии-Словения, коротко об этом матче, 0-0, ну, максимально незрелищная игра. Все самое интересное было связано с пенальти. Роналду не забил в основное время, в серии пенальти забил. Ну, и героем стал вратарь португальцев. Вот по поводу Португалии, но все-таки человек 40 лет играет в атаке, но у вас нет ощущения, что немножко, ну, перепутали памятник и футбол, что все-таки от Роналду уже тяжело ждать не то, что мобильности какой-то, но влияние на игру команды. Ну, надо очень осторожно об этом говорить, Сергей. Ну, в современном мире, да, полностью с тобой согласен. Есть великий футболист, топовый футболист, то есть не знаю, какие слова подобрать. Вот, но всему свое время, да. И то, что Роналду может быть или должен быть сборной, это не обсуждается. Вопрос, в какой роли, и вопрос, ты вот мне задаешь вопросы про тренеров, да, и вопрос, как в этой ситуации должен работать тренер. Я считаю, тренер в этой ситуации не работает. Он просто, скажем так, пассант, он стоит и смотрит, что произойдет и в какую сторону подует ветер. Из-за этого мы второй раз не можем по-настоящему оценить или увидеть португальскую сборную. У нас это было первый раз против сборной Грузии, потому что команда играла, скажем так, товарищескую игру. Ей не нужно были эти три очка. Опять вышла не основным составом. Сейчас команда играла с Кристианом Роналду. Всю игру 120 минут. И на серии пенальти тоже. И из-за этого, из-за этого, да, то есть видно, как команда не дорабатывает, не хватает футболиста, который играет очень сильную роль. И, понимаешь, ладно, допустим, как ты говоришь, 39 или 40 лет, это понятно, что тут можно рассказывать, ну, какой он хороший, какие у него качества. Но ты понимаешь, здесь, если не Мартинес, то физиология играет в роли тренера, да. И поэтому вот эти вот все моменты, где-то вот он не успел, он там не добежал, оказался даже не в той позиции. Это вот и говорит о том, что уже Кристиану Роналду, он, ну, уже для таких турниров ему тяжело. И, конечно, его можно и нужно правильно использовать для сборной, как на поле, так вне поля. Но партнеры и команда, они не должны из-за него страдать и быть из-за него зависимыми. Тем более в команде есть очень-очень высококлассные футболисты, которые это прекрасно понимают, но есть как есть, и приходится вот так вот с этим играть. Поэтому, опять-таки, игра получилась такая, ну, Словения молодцы, да. Они, как говорится, до конца держали в напряжении и футбольный мир, и Португалию. Вот, но Кристиану Роналду, то есть вот со своими штрафными не забил пенальти. Потом все-таки выиграли по пенальти. И, конечно, памятник действительно этому вратарю, который великолепно сыграл и вытащил Португалию в следующий этап, да. Вот, ну, не знаю, были там слезы настоящие или ненастоящие, но хотелось бы, чтобы португальцы смогли как-то освободиться и сыграть с Францией в полную силу. Это было бы очень-очень бы хорошо для этого матча. Ну, для этого надо просто одного человека оставить на скамике запасных, вот и все. А это невозможно, потому что, если это произойдет, то тогда тренера оставят в гостинице. Ну, да. Павел, по поводу... Я сейчас тебе немножко перебью. И, к сожалению, это реальность. И вот представь, теоретически, Португалия там, я не знаю, дойдет до финала или выиграет чемпионат Европы, и мы будем потом где-то читать про тактику, какая у них была тактика. Мартинус будет рассказывать, как они в зоопарк вместе ездили, и фильм смотрели. То есть, ну, жалко, что в футболе на таком уровне такие вещи вот проходят. Ну, что делаешь, что делаешь? Мы живем в 2024 году, это бизнес, и не только спорт на первом месте. Поэтому есть как есть. Будем надеяться, что все-таки португальцы справятся с этим. Ну, я думаю, что вряд ли. Но по поводу матча Румыния-Нидерланды. Очень уверенная победа. При том, что крепкие румыны такие. То есть, надежды у них были определенные. Но вот мы смотрим, ну, просто без вариантов я бы этот матч назвал. Не знаю, какое у вас мнение, но я не могу сказать, что ГАКПу там как бы творил, но и Мемфис неплохой матч провел. Вот ваша точка зрения по поводу этой игры? Счет 3-0. То есть, все радуются, все хлопают. То есть, никаких вообще проблем. И заслуженная победа. Как я смотрел игру, Румыния начала очень хорошо, дерзко, смело. И первые 15-20 минут, скажем так, голландцам было непросто. И вот этот вот очень важный гол КАКП, где ошибся вратарь, который, в принципе, хорошо очень провел всю игру, да. Это было таким вот очень хорошим толчком для Голландии. Они получили уверенность. Они забили первый гол. Они повели. И они начали контролировать матч. Румына восстановила все тяжелее и тяжелее. Травмы футболистов, замены. То есть, скамейка, естественно, не такая глубокая, как у голландцев. И во втором тайме, естественно, голландцы уже растаяли все точки над «и» и справедливо победили в этом матче. Я смотрел эту игру и думал, как будет вторая встреча против Австрии, которой, к сожалению, уже не будет. Поэтому вот по этой сетке, да, то есть, если мы смотрим, сейчас голландцы сыграли очень-очень, скажем так, невзрачно с Польши. Очень серая игра с Францией. Поражение от Австрии. И сейчас победа. Сейчас уверенная победа по счету. И в некоторых моментах игры по игре. При всем уважении над Румынией. Следующий барьер – Турция. Поэтому, ну, во всяком случае, я вижу у голландцев как минимум в полуфинале чемпионата Европы, а может быть и в финале. И вот так вот бывает в футбольной жизни. Ну да, при этом ожидания это были, насколько я понимаю, и у вас не очень. Я не знаю, как мы можем это поколение, которое сейчас у голландцев охотеризовать. Нет, ну, Голландия шла в группе команд 5-6 команд, которые мы называли, то есть после французов. Французы стояли особняком. А вот сейчас, ну, опять-таки нельзя их списывать. Но по этому чемпионату Европы, естественно, испанцы стоят особняком. Это команда, которая заслужила, претендует и имеет вот по этим играм все возможности, чтобы стать чемпионом Европы. И голландцы шли вот в этой группе 5-6 команд. То есть, ну, практически никаких ошибок не произошло, за исключением, что Турция вышла, Австрия не вышла. Вот, Швейцария тоже вышла. Поэтому, ну, понятно, Хорватия там рано вылетела, да. То есть есть такие вот немножко разочарования, как мы говорили по ним. Но это не команды-фавориты, которые должны были остаться, скажем так, в последнюю неделю на Евро, да. Вот, поэтому, еще раз говорю, у голландцев очень хороший подбор футболистов, да. И что еще очень важно в этой игре, что Куман ищет состав. Как бы то ни было, Хакбон забивает. То есть он таким становится лидером. Атаки это очень важно. У Кумана до сих пор проблема на правом фланге. Он меняет игроков, он ищет, кто как лучше сыграет. Опять там не получилось. Берхвайн нам потом вышел. Малым. Симмон сыграл намного лучше. Райндерс намного лучше сыграл полузащита, да. Симмон сыграл такого, скажем так, блуждающего полузащитника. Смещался со средины на фланге. То есть моментами была такая хорошая игра. Вот. И сейчас, ну, есть как есть. То есть Голландия играет с Турцией. То есть я считаю, что голландцы должны просто проходить эту команду. Хотя видишь, как все в футболе. Ты видишь, как в футболе очень все важно, да. И все, в принципе, зависит от первого гола. То есть вот вчера турки забили гол. Я считаю все-таки за ошибки вратаря. Вот. И потом все. И плюс этот дождь. Это тоже сказывается на игре команды, которая доминирует, которая хочет атаковать, которая играет на больших скоростях. Поэтому тут видишь, не забей турки этот гол. Я не знаю, как бы сложилась игра. Но Австрия молодцы. Они до последней минуты хотели отыграться. И они, естественно, я считаю, подарили хорошие эмоции. Хороший такой футбольный праздник своим матчем. Хотя поехали домой. Да, Павел, ну вы уже перешли к Австрии и Турции. Я бы хотел вернуться к Хави Симмонсу. Все-таки, ну такой распиаренный молодой человек. По-моему, о нем начали говорить, когда ему было там чуть ли не 14-15 лет. Вот ваша точка зрения по поводу этого футболиста. Насколько это высок потенциал? Сергей, ну понимаешь, насколько высок потенциал, мы, наверное, узнаем, я думаю, года, наверное, через два, через три. То, что это пока что не топовый футболист на чемпионате Европы, который определяет погоду в сборной Голландии, это 100%. То, что это игрок талантливый, это, естественно, тут об этом не надо, значит, дискутировать. И это чемпионат Европы подсказывает то, что он еще ищет. И где-то в клубе он играет намного интереснее, намного лучше. Здесь другой уровень. Он играет в другой команде с другими партнерами и против других команд. Поэтому у него сменяются хорошие игры более, скажем так, невзрачными играми. Вот. А ты же понимаешь, во-первых, он еще не играет в топ-клубе. И в топ-клубах вообще не играл, скажем так, в топ-клубах. Вот когда вот он станет на эту ступеньку топ-клуба, и когда он там уже будет исполнять ведущую скрипку, тогда мы, естественно, можем о нем говорить или, скажем, разбирать его уровень футболиста. А сейчас это, естественно, хороший молодой футболист по-прежнему, у которого хорошие перспективы. И вот хорошо, что он со сборной Румынии себя проявил уже получше, чем в других матчах. Поэтому я считаю, что вот эти два футболиста, они сыграли все-таки такую очень важную роль. Хакко и Симмонс в победе над сборной Румынии. И я еще раз говорю, что у Голландии хорошая команда, хорошая скамейка. Тут Куман ищет. То есть главное найти вот этих вот правильно 11, чтобы стартовать. Ну а там менять у него есть, конечно, с кем, потому что глубина скамейки большой. Поэтому я еще раз говорю, как и в начале чемпионата Европы, говорю, что голландцы могут удивить. Тем более чемпионат Евро складывается очень-очень хорошо для них. И по жребию, поэтому... И потом, по-моему, я не знаю, я так за этим не слежу. Если они обыгрывают турков, если обыгрывают, то они, по-моему, уходят на... Могут выйти на вот тоже такую интересную команду Англия, да, по-моему? Да, да, по силам все. Да, да, да. Вот поэтому, да, поэтому я же говорю, что дорога прямая для них открыта. Главное немножко, чтобы нормально играть. Павел, по поводу Австрия-Турца, вы, по-моему, ставили на австрийцев. Какое впечатление на вас эта игра произвела? То есть вы говорите о том, что, ну, если бы не быстрый гол, то все могло как бы сложиться иначе. Ну, я думаю... Ну, я не могу утверждать, но я думаю, так бы и сложилось бы иначе. Потому что, ты же понимаешь, Австрия начала играть там, я не знаю, с какой второй или третьей минуты, пос фактом, да. И опять вот этот вот усиливающий дождь, то есть тяжелое поле. Это понятно, что... Ну, понятно, что тяжело. Немножко игру немножко напоминало Португалия-Грузия. Вот турки вот в такой роли были, да. И они, естественно, тоже молодцы и хорошо играли. Но Австрии пришлось затратить очень много энергии, очень много сил, да. И опять они должны были играть под риском, потому что они пропустили гол. И опять-таки это команда, которая заслуживает уважения. Они сразу же начали искать, искать путь к воротам Турции. Они сразу хотели отыгрываться. Они не отсиживались, они не боялись. И были моменты, во всяком случае, эта команда оставила приятное впечатление. То, что они вылетели, я считаю, это сыграло очень большую роль. То, что вот такой вот первый, первый такой вот этот курьезный гол. Насколько мне кажется, то есть мяч шел через вратарьскую зону. Ну, то есть вратарь должен был здесь по-другому сыграть. А мяч там пролетел, естественно, когда мяч пролетает, падает там вниз. Он попадает одному в ногу, другому в ногу. И в итоге 1-0. Но это тяжело, когда ты так быстро пропускаешь. Тем более понятно, при всем уважении Австрии, это не Испания. Потому что Испания за счет своей игры, за счет движения, то есть тут нет вообще равных. То есть, конечно, она может замотать. И тем более могут хорошо атаковать позиционно, могут хорошо атаковать быстро через фланги. И то, что испанцы очень хорошо делали с Грузией, это удары по воротам. Это очень тоже хорошо. Поэтому столько такого футбольного оружия у команды. Поэтому я думаю, что такая единственная команда, но французы, может быть, если бы проснулись и захотели, могли бы вот этот вот счет исправить свою пользу по этой игре. А австрийцам не удалось. Хотя они были близки к этому. Ну да, Павел, ну давайте по поводу австрии. Потому что Рангник тоже в России работал, правда, не тренером, а менеджером или консультантом. Что это за тренер? Какое на вас впечатление австрии на этом чемпионате произвело? Сергей, я думаю, что самая главная заслуга его, что это тренер, который хочет играть в инициативный, в инициативный доминирующий футбол. Это самое главное. Когда команда играет вот в таком стиле, это всегда интересно, это всегда зрелищно. И я думаю, то, что сборная играет в таком же стиле, это говорит о том, что это его стратегия, это его стратегия, это его видение и понимание футбола, и он придерживался и придерживается этого. То же самое со сборной. И когда у тебя еще хороший подбор футболистов, и самое главное, вот этот менталитет у игроков, которые это хотят, которые каждый бьется друг за друга, вот чего, может быть, не хватает Португалии из-за того, что все-таки там неоптимальный у них, скажем так, состав, или тренер не может поменять какой-то момент того или иного футболиста. То есть в этом плане, конечно, это сила австрийцев. И, естественно, заслуга Рагника, потому что то, что команда играет, это так играет, это его заслуга, потому что если бы он так бы не думал, если бы у него не было такой философии, если бы он футболистов, скажем так, не направлял или не заставлял играть такой футбол, то мы бы не видели бы этого на поле. Поэтому то, что ему удалось в Германии и сейчас со сборной Австрии, это говорит о том, что это правильно-правильно мыслящий специалист, организатор или тренер, это уже, как говорится, не мне судить, а то, что он проповедует интересный, зрелищный атакующий футбол, который вот показывает то, что все футболисты хотят играть на атаку, то есть всех футболистов хотят иметь мяч, то есть как индивидуально, так и командные действия, то это, естественно, его заслуга и говорит о том, что у него хороший опыт и что он этого уже где-то добивался и знает хорошо, что он хочет и что должна делать его команда в этой ситуации на Евро. Павел, давайте у нас впереди четвертьфиналы прогнозы. Испания-Германия. Испания-Германия за Испанию. Почему? То есть вы не верите в хозяев? Ну, я верю в Испанию, потому что это на сегодняшний момент самая лучшая команда, самая лучшая команда с лучшим футболом на Евро. А Португалия-Франция? У Португалии очень хороший вратарь. Я все равно верю чуть-чуть во Францию, что они все-таки должны, какой бы футбол бы они ни играли, и они должны, скажем так, замучить больше Португалии, чем Португалия их. Англия-Швейцария. Вот здесь очень опасно. Надеюсь на Швейцарию. Ставлю на Швейцарию. Голландия-Турция. Голландия. Понятно. Павел, спасибо большое. Сергей, ждем отличных и интересных матчей. На связи. Да, счастливо. Счастливо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Спасибо.